Всем бонжор! Если вы внимательный подписчик, то вы наверняка уже знаете, что я задумала прочитать серию книг «Песни льда и пламени». Я читала первые две, но как-то очень поверхностно, в перерывах на работе. Тогда, я помню, как раз выходил «Танец с драконами» первая часть. И, в общем-то, книги мне не зашли. Но, однако же, сейчас, когда заканчивается сериал, на данный момент вышло 4 серии. Но об этом мы, наверное, поговорим как-нибудь в другой раз. Ну, в смысле, про сериал. И сериал мне просто понравился больше, чем книги. Однако, да, сейчас он заканчивается, и мне хочется несколько продлить эту атмосферу своеобразную Вестероса в своей собственной голове. Я вряд ли стану фанатом большим этой серии, как, например, у меня приключилось с Гарри Поттером, потому что Гарри Поттер — это исключение из моего правила своеобразного, что я не люблю фэнтези. Но посмотрим, что будет у нас в рамках прочтения «Игры престолов». И, кстати, я заказала пока две книги, не потому что я не буду читать остальные, нет, нет, ни в коем случае. Но я поторопилась, ребят, правда, будьте внимательны, когда заказываете книги. У меня нет претензий, в принципе, к качеству, я и хотела купить самые дешевые, просто чтобы было что читать, потому что я в любом случае собираюсь пользоваться и всяческими там, о, привет, электронными приложениями, аудиокнигами, чтобы несколько ускорить процесс прочтения. Но самое важное, эти книги вообще стоили что-то там 600-700 рублей, у меня была скидка, я взяла их за 440, и самое, блин, забавное, что буквально вчера я оформила еще один заказ на недостающие книги, и они стоят, ну, кратно дешевле, так что будьте всегда внимательны. Если даже вам хочется скорее-скорее купить какую-нибудь книгу, подождите буквально два дня, и вероятность того, что в том же лабиринте шарахнут очередные какие-нибудь сногсшибательные скидки, всегда очень велика. Кстати, да, я напомню вообще, что я же проводила опрос, согласно которому целых 20% проголосовавших из 879 человек предпочтет, конечно, смотреть «Беременна в 16» вместо моих околовлоговых, околомарафонных отчетов, но все же мне крайне приятно, что очень многие из вас поддержали мою затею несколько увеличить охваты и статистику на хайпе «Игры престолов». Но спасибо. Спасибо, что вы поддерживаете меня во всех самых идиотических моих начинаниях. Да. Эй. Клёвый, кстати, ролик. Многие не посмотрели, а зря. Он клёвый. И да, мне уже раз, наверное, 20, все, кому не лень, понаписали, что, Полин, первые две книги полностью повторяют сериал. Я в курсе. Первые две я хоть и читала поверхностно в перерывах по 15 минут, но все-таки это прекрасно помню. Поэтому моя ближайшая задача как можно быстрее прочитать первые две книги, а потом уже приступить ко всяким там бурям мечей и перам стервятников. Так что я не знаю, есть ли вообще резон как-то выставлять сроки, устраивать из этого типа марафон или конкурс. Нет, если вы хотите тоже присоединиться к этой вакханалии, то присоединяйтесь. Я, честно же, не люблю устанавливать себе какие-то рамки, не люблю, когда меня как-то контролировать что-ли пытаются. Поэтому как будет читаться, так и будет читаться. А пока кофеёчек. Ладно, это не столько претензия к качеству, сколько пион. Ну, бывает. Ладно, бывает. Ничего страшного. Это же АСТ, да? 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 Ну, ничего. Бывает. А вот этот парень, кстати, умер, судя по всему. И вообще я жду, когда Варыч выйдет на связь, чтобы помочь мне попытаться спасти этот микрофончик. Иначе как мне снимать свои большие, занудные, качественные обзоры? Вот. Поэтому пока вот так. Так как пока в книгах ничего не происходит сверхъестественно нового, я вижу просто больше деталей, больше раскрытия персонажей, ежели чем в сериале. Но я задумалась о другом. Я задумалась о том, какой же всё-таки Джордж Мартин... Нет, он, безусловно, клёвый дед, но он такой мудак. Я вот думаю, люди, которые покупали первое издание «Игры престолов», всех остальных книг... В общем, есть такая приблуда. Всё же меняется, и книга издания в том числе меняется. И получается, последняя книга, которая, я надеюсь, всё-таки выйдет, и я вот хитро поступлю, и она выйдет в той же самой серии, в которой я купила себе все книги этой серии. А вот те люди, которые собирали раньше, у них эта книжка будет полностью выбиваться из коллекции. И Джордж Мартин угробил столько библиофильских посылов, столько библиофильских чаяний, что, конечно... Не, он чудной дед. Он, правда, чудной дед. Ну, как мне кажется, по всем инфоповодам, которые появляются, связанными с ним, ну, как-то... Подстава, конечно, такая крупниковая. Да. Блин, мне интересно, у меня одно ощущение, что, как только я поем... Хотя я съела всего три куриных крылышка, как будто меня разносят до размеров кита. Но не суть, речь не об этом. Я дошла до свадьбы Дейенерис. Как бы странно это ни звучало. Ты чего дерешься? Со мной дерется, мужик. Нет, я тебе голову отрублю. Так вот, дошла я до свадьбы Дейенерис. Больше деталей, как я, кажется, уже говорила в этом влоге. Мне, в принципе, все нравится пока что. Но у меня возникла мысль, знаете, я когда читала и смотрела Гарри Поттер, я всегда думала о том, вот каково же людям читать книги Джан Роулинг, которые посмотрели сначала фильм. То есть насколько это тяжело, насколько это может быть некомфортно, насколько это может быть странно, да, потому что ты воспринимаешь не героев, о которых тебе пишет автор, ты воспринимаешь их как актеров, которых ты уже видел в экранизации, которые для тебя уже являются своеобразным таким внутренним каноном происходящего, и авторские описания ты как бы не воспринимаешь. С Мартином несколько попроще, потому что у него нет каких-то, как я, по крайней мере, не сакцентировала внимания на сильных расхождениях пока что с сериальными персонажами. Конечно, Тирион там прям урод-урод по книжке, а в сериале мне он прям очень даже симпатичен. В конце концов, он один из немногих, кто первым появляется с книгой в руках. Ну, грубо говоря, с книгой, да, там со всеми этими свитками и прочими фолиантами. Но, но, мне вот интересно, как у вас, то есть напишите мне в комментариях, как вам, например, если вы читали книги сначала, а потом смотрели сериал, видели ли вы какие-то прям сильные различия, которые вас прям вот бесили, прям вот сильно бесили? Или наоборот, если вы сначала начали смотреть сериал, как я по сути, а потом читать книги, были ли у вас какие-то вот эмоциональные расхождения от описаний персонажа? Вот. Потому что потому. Да. Дейенерис подарили яйца. Что заставило меня задуматься и вспомнить, что есть люди, которые ждут от каждого моего ролика какой-либо полезной информации. Поэтому, слушайте, в 2013 году у берегов Бразилии были найдены новые виды моллюсков. И ученые разглядели в некоторых отростках этих моллюсков своеобразное сходство между лапками моллюсков и локонами Дейенерис. Поэтому новый вид так и назвали. Тритония кхалиси. Полезно? Ставь лайк, если полезно. Ну и, пожалуй, на этом первый такой своеобразный влоговый околомарафонный ролик по Игре Престолов я буду считать закрытым. Продолжу читать дальше. Хочу сказать, что книга читается ну прям очень легко. Однако все-таки хочется поскорее чего-то отличного от сериала. Потому что пока что все повторяет едва ли ни слова. Слово за исключением некоторых внутренних деталей, как я говорила ранее. Обязательно пишите в комментариях свои мысли по поводу Игры Престолов. Давайте обсуждайте книги и сериалы вместе. Не буду просить вас подписываться на канал. Лучше смотрите те ролики, которые вы еще не смотрели. И будем с вами и дальше читать вместе. Теперь уже практически буквально.